привет друзья с вами снова марк рыбак и видеоблог смена и вычет все углубились в технику в технику и вообще не говорим о высоком а вот сегодня хочу поговорить немножко высоком и как всегда понадавать немножко советов да то есть сегодняшний ролик это советы начинающим фотографам и в общем то проблемы с которыми сталкиваются начинающие фотографы то есть я выделил три проблемы ну а советов будет чутка побольше возможно вы где-то это уже слышали возможно я немножко повторяюсь да но дело в том что действительно очень важно по моему сугубо личному мнению поэтому давайте начнем и вот проблема номер один это слишком сильно люди молодые начинающие фотографы полагаются на технику то есть слишком сильно обвиняют технику в своих проблемах то есть считают что если у них ну нет хорошие обязательно супер профессиональной техники то и снимки не могут быть очень классными и что им срочно вот нужна такая техника а вот у них что-нибудь простенькое на это вот никак невозможно ничего снять дело в том что часто часто это происходит от того что человек просто не умеет настроить нормально фотоаппарат то есть у него фотоаппарат вполне предполагает какие-то интересные находки вполне предполагает нормальную творческую съемку но он просто не умеет его настраивать он сильно в нем не разбирался и вот он увидел что у его друга васи есть там фотоаппарат покруче и у него снимки круче да а у меня типа снимки хуже потому что у меня ну такая техника не очень хорошая это не так вообще во первых разберитесь с фотоаппаратом во вторых если вы научитесь снимать каким какой-то простой техникой то какой-то навороченной техникой вы уж тем более будете снимать круто и из этого нас первые советы до совет номер один разберитесь пожалуйста в своей технике научитесь снимать тем что у вас есть совет номер два сейчас на рынке очень много достаточно дешевых фотоаппаратов у меня есть куча обзоров на доступные камеры, которые стоят там в районе там 10-15 тысяч. Будут подсказки, можете перейти посмотреть на эти камеры. Совет номер три заключается в том, что прежде чем купить какой-либо объектив, либо фотоаппарат, который круче, чем то, что у вас есть, ответьте себе обязательно на вопрос, ради какой цели. То есть нужно покупать конкретный инструмент для решения конкретных задач. То есть если вам нужен вот этот объектив, именно для того, чтобы лучше снимать портрет, именно для того, чтобы там было у вас красивше боке, или там фокусное расстояние лучше подходит для портрета, или для того, чтобы снимать свадьбы более круто, тогда берите. Если вы не знаете, для чего вам это нужно, и просто это стоит дорого, и у всех такое есть, не надо это брать. То есть нужно дорасти до любой техники, нужно понять, зачем лично тебе это нужно. Если есть ответ на этот вопрос, значит копим деньги, покупаем. если нет ответа на этот вопрос, значит разбираемся в той технике, которая есть сейчас, или берем что-то совсем простенькое. Проблема номер два, я ее назвал так, я художник, я так вижу. Это проблема невежества, маскируемая индивидуализмом. То есть, к сожалению, к моему большому сожалению, многие современные молодые люди очень не любят учиться. А именно сила общества и сила человечества в том, что мы научились аккумулировать информацию и передавать ее потом, да, в дальнейшее поколение. То есть, понимаете, что классики-то типа Леонардо да Винчи, типа Родченко, Тарковского или Энри Картье Брессона, они как бы были-то не дураки. Поэтому я очень советую ознакомиться с их творчеством, с их каким-то багажом, вкладом, который они уже внесли в мировое искусство. И уже на основе этого создавать какой-то свой творческий почерк. Да, многим, возможно, кажется, что вот эти работы классические, они далеки от трендов, да, от того, что сейчас в тренде. Но трендовость ее стоит намешивать уже туда, когда есть классический подход, когда есть свой какой-то действительно индивидуальный взгляд на основе этого классического подхода. И туда уже можно туда еще и трендовость напихивать. То есть, если вы таким способом будете поступать и таким путем идти, то ваши снимки, конечно, станут гораздо лучше. Поэтому совет простой. Смотрите классиков, смотрите художников, смотрите фотографов, кинематографистов и так далее. То есть, потребляйте вот этот вот хороший, качественный, грамотный контент. Я уже говорил об этом, но я буду повторять об этом дальше и дальше. Потому что, ну, это очень важно. И чем чаще мы будем об этом говорить, тем больше человек об этом услышит, тем больше людей это поймет. Кто-то это примет, кто-то это не примет. Но я считаю, что нужно об этом говорить. И вот мой такой совет. Вкладывайте в себя, вкладывайте в свое сознание хороший, качественный какой-то фундамент. Тогда все у вас будет хорошо. Еще совет. Если вы учитесь фотографией, там не важно, сами учитесь или там в учебном заведении, я советую вам обратить пристальное внимание на две дисциплины. То есть, дисциплина первая – это композиция. То есть, все, что связано с композицией. С фотокомпозицией, с композицией для художников, с композицией для кинематографистов, для скульпторов. Все, что связано с композицией в визуальных искусствах. Все материалы, которые вы по этому поводу найдете, я вам советую внимательно изучить и проинсталлировать себе в сознание. Потому что это архиважно. Потому что сегодня фотографа делает уникальным только умение построения кадра и умение создать уникальную композицию. И второй предмет, на который я советую вам обратить свое внимание – это история искусств. То есть, не просто смотреть работы известных каких-то интересующих вас авторов, а вообще проанализировать путь развития визуального искусства. Для каких целей оно появилось? Какие цели преследовало? Почему вообще люди начали этим заниматься? И почему конкретный автор, конкретный известный художник написал там конкретную картину? Например, почему Пикассо написал Гернику? Или Бернини там создала ту или иную скульптуру? Вот об этом вам желательно задумываться. Тогда вы начнете понимать и начнете для себя вычленять какие-то цели и задачи, которые можно будет реализовать в ваших работах. Третья проблема, в общем-то, вытекает из второй. То есть, я недавно принимал экзамен у моей студентки. Ну, экзамен был в виде просмотра. Я просматривал ее фотографии и задавал вопрос, в чем смысл ее фотографии. На что она мне ответила, что не в каждой фотографии должен быть смысл. Это серьезное заблуждение. Особенно, если вы как-то учитесь, если вы хотите войти в профессию. Если вы, конечно, фотограф-любитель, то, в принципе, не в каждой вашей фотографии должен быть смысл. Но тогда она не будет интересна вообще зрителям. То есть, даже вам я советую все-таки делать какие-то осмысленные фотографии. Беда в том, что сегодня Инстаграм уже вторую волну накатил на фотографии. То есть, сначала это был кодек, который обесценивал вообще важность информации, передаваемой графическим, фотографическим путем. Теперь это Инстаграм, когда все просто шлепают все, что вижу, то пою. И сразу вываливают в сеть. И это, скажем так, обесценивает важность фотографий как искусство и вообще как средство передачи какой-либо ценной, важной, интересной информации. И, кроме того, я вообще вам хочу сказать, что не только фотографии, а вообще ваши действия желательно должны иметь смысл. То есть, максимально желательно, чтобы все ваши действия имели смысл. Так что, если вы решили учиться на фотографа, если вы решили как-то прийти в эту профессию, то уж извольте, как-то наделяйте смыслом вашей работы, и тогда ваши работы станут интересны зрителю. Рассказывайте историю зрителю с помощью ваших работ. И тогда он у вас вообще, в принципе, появится. То есть, у вас появится ваш зритель, у вас появится ваш какой-то клиент, у вас появится ваш поклонник. Знаете, что это такое? Это скульптура. У кого-нибудь есть ощущение, что эта штука оказалась здесь как-то случайной? То есть, ну, стоял камень, а вот так ветром обдула и вот превратилась вот в это, да? Ну, или какой-то человек сидел там у себя в мастерской, выпил чая там или пиво, и вдруг ему взбрело в голову сделать вот это. Нет, это создал мой друг, скульптор Илья Ставский, да? И сделал это специально. То есть, он выиграл тендер. Выиграл тендер на 5 миллионов рублей от города для производства вот этой скульптуры. Поэтому, если вы сейчас как раз выбираете профессию, то можете подумать о профессии скульптора. Это достаточно сейчас востребованная профессия. Не так уж много хороших скульпторов, но надо стать хорошим. И возникает вопрос, вы, конечно, скажете, зачем ты нам это рассказываешь? Он все скульптор, а мы-то хотим стать фотографами. Так вот, чем же фотограф отличается от скульптора? Только техникой. Техникой того, что он делает. То есть, фотографическое произведение, оно такое же произведение, как произведение скульптора. И относиться к нему надо точно так же. Что Илюха сделал для того, чтобы выиграть этот тендер? Он о нем узнал. Он сделал маленькую фигуру, да? Ну, показал ее на конкурсе. И выиграл среди множества других авторов. И потом ее отлили вот в такую большую скульптуру. И еще ее даже год не могли поставить. Почему? Потому что вот это пространство, оно было непродуманное. То есть, она стояла год в чулане для того, чтобы вот это пространство было организовано. Поэтому все искусство делается не просто так, не на ровном месте. Все имеет свою цель и задачу. И вот эта скульптура, она, конечно, олицетворяет там школьного учителя и учеников. У кого-нибудь возникает вопрос, что олицетворяет эта фигура? То есть, любой школьник, любой ребенок поймет, о чем здесь идет речь. Вот это вот такой пример для того, чтобы вы поняли, что фотографии это тоже не просто так пошел и щелкнул. И что каждая фотография должна иметь свою цель и должна иметь свою суть. Так же, как любая скульптура. Потому что скульптуры в городе просто так не ставят. Если вы будете считать, что фотография это вот так вот, просто кнопочку жму и не каждый снимок должен иметь смысл, то ничего у вас тут, ну то есть, из ничего и будет ничего. То есть, если вы не вкладываете никакого смысла, то никакого смысла вы в итоге и не получите никакого профита. Вот такие мои, в общем, советы начинающим фотографам. Их тут получилось несколько. Так что думайте сами, брать это на вооружение или делать так, как вы считаете нужным. Я не говорю, что мое мнение это какая-то истина в последней инстанции и даже в первой инстанции не говорю. Просто это то, с чем я столкнулся на протяжении своего жизненного пути. И это мое мнение, в том числе как преподавателя фотографий. С вами был Марк Рыбак. Переходите в описание, там есть все мои контакты. Вы можете заказать у меня консультацию, можете заказать у меня съемку, можете заказать у меня фототур. С вами был Марк Рыбак, видеоблог смена. Подписывайтесь на канал. До свидания.